Добрый день, ребята! Мы культмассовое направление, и наша главная задача сделать вас всех счастливыми. Не правда ли? В Энмехе давно не было громких событий, не так ли, ребята? Именно наш проект направлен на это. Мы хотим поощрить людей, которые участвуют в разных событиях, а также проявляют себя в учебе. Прежде всего мы хотим создать некоторые традиционные движения, именно традиционное танцевальное движение, которое будет охватывать непосредственно всех учеников нашего вуза, от первокурсников до старшекурсников. Мы с вами живем в прекрасном городе. Петербург богат на достопримечательности. Это реально прекрасный и красивый город. И каждый должен посмотреть на них, но лучше посмотреть на них с воды. И не просто с экскурсией, не просто с кучной рассказом. Мы предлагаем вам определенную концепцию. Наша идея в том... Собственно говоря, наша идея организовать некоторую прогулку по воде. Да-да, ту самую прогулку по воде. Именно по ночному Питеру. С лучшими учениками, студентами Вейн Меха. Но это будет не просто прогулка. Это определенная тематическая вечеринка. То есть мы собираемся. Ночь. Развод мостов. Вода. Майк. Майк. Все красиво, все круто. У нас определенное количество теплоходов. На них на каждом тематическая вечеринка в своей стилистике. Стилистика стиляги. Стилистика бала. Стилистика рока. Они могут быть абсолютно разными. Это все продумано. Соответственно, не каждый, естественно, умеет танцевать. Допустим, кто-то любит слушать рок-н-ролл, но кто-то под этим может двигаться только как-то вот так. И, соответственно, чтобы не было такого, что на теплоход с рок-н-роллом мы пошли, но мы там не танцуем. Соответственно, на протяжении всего года мы будем организовать своего рода сезонные баллы. Да, это будет некоторого рода репетиции. То есть, соответственно, это будет как отдельное мероприятие, но в первую очередь это будет определенная репетиция. Да, то есть мы будем проводить мастер-классы, мы будем учить, мы будем показывать движение. То есть, если наш проект проходит, мы создаем группы, определенные группы по разным стилистикам. Мы проводим мастер-классы, мы помогаем с костюмами, мы помогаем с музыкой. В общем, к нам можно идти за всем, мы со всем поможем, всему научим, чтобы никто не стоял в уголочке, чтобы все были как бы в теме, и все веселились и отдыхали. И просто главная суть того, что мы хотим это организовать в мае. К маю все очень сильно устанут от учебы, впереди сессия. Кто-то, может быть, вообще не видел Питер с воды, как, ну, допустим, ребята, которые приехали из других городов. И чтобы это было весело, чтобы мы показали наш универ вообще всему городу, мы хотим это сделать ярко, мы хотим это сделать красочно, мы хотим это сделать с песнями, с танцами, с музыками, с какими-то конкурсами, с какими-то разными идеями. То есть у нас будет целая развлекательная программа, там будет нескучно, там будет весело. И суть в том, что это реально направлено на разные стилистики и на разные жанры, жанры, которые будут смешиваться. Допустим, бальное направление, ну, лично мне кажется, что каждый должен уметь танцевать вайс. Мы поможем с этим, мы научим каждого. У нас есть прекрасная студия бальных танцев, которая может с этим помочь. То есть вы разовьете себя в таком культурном плане, на каждой любой дискотеке вы будете звездой, вы будете знать разные жанры, вы будете знать разные танцы. Собственно говоря, такому дерзкому проекту нужно дерзкое название, или по крайней мере узнаваемое. Пока что на сегодняшний день у нас такое название «Танцуй пока военмех». Собственно говоря, это очень серьезный проект, очень огромный, и мы ставим, прежде всего, под его реализацию определенные задачи. В первую очередь, это организация определенной маркетинговой кампании. Продвижение в ВК, продвижение в Инстаграме, продвижение в общежитиях. В общежитиях, какие-то баннеры, создание группы, то есть на словах, не знаю, друзьям расскажут. Во вторую очередь, мы ставим для себя это более-менее в первую, это организация самого штаба. То есть это проект, у проекта обязательно должна быть голова и обязательно определенные исполнители. То есть какие-то определенные танцоры, люди, которые будут помогать обучать, реквизиторы, которые нам помогут со светом, с звуком, не знаю, с костюмом, если мы захотим балл 19 века устроить и так далее. Третьим у нас, третьей задачей нашей является именно организация самой логистики. То есть в обязательном условии продумать досконально, что конкретно там будет, где проводить, когда проводить, не знаю, сколько людей и так далее. Ну и четвертое, но мы ставим для себя это на самую-самую первую очередь, это так как это все-таки массовое мероприятие, нужно, ну, просто необходимо решить аспект безопасности. Поскольку мы не говорим еще про воду, мы говорим просто даже про эти сезонные баллы, даже на суше может произойти всякое, от пожара до теракта. Ну и также у нас будут планы мероприятий на год, это репетиции, это, возможно, какие-то выступления, какие-то отчетные репетиции. Но вот сейчас в планах придумать какой-нибудь флешмоб в определенной стилистике, сделать его, допустим, на Новый год, чтобы уже люди в это втягивали, чтобы люди видели, что мы делаем, чтобы им хотелось к нам прийти. А завершающая точка у нас будет как выпускной бал, как какой-то праздник в конце года, в мае, уже на этом корабле. Все будут готовы, у всех будет готов какой-то общий танец, все будут веселиться, все будут танцевать, все будут красивые, город будет красивый, все будет круто. Ну на этом у нас все. Спасибо за внимание. Пожалуйста, ваши вопросы. Спасибо.